последние события на московье окончательно утвердили нас в том что этот сюжет должен состояться нет то что произошло с навальным для нас не новость нас куда больше интересует зашкальный уровень трусости который начинает испытывать заказчик этого убийства путин его и убил позорно трусливо так и не решившись взглянуть ему в глаза или просто назвать его имя и так же подло и трусливо они сейчас прячут его тело последнее время все чаще и чаще из всех утюгов слышится путин тарус путин трус путин же трус владимир путин широком смысле трус путином враг номер один трус трус и трус то что бункерный патологический трус было известно давно но в последнее время эта патология приобрела гигантские масштабы и сейчас мы на фактах покажем как его растущая с годами трусость сыграла роковую роль в том что происходит сейчас и чего стоит ждать от него в будущем путин ужасно трясется в своей жизни он ужасно боится умереть на полном серьезе от еще раз уже это говорил мечтала о том что его оцифруют и он получит вечную жизнь и даже дочки его там убеждали что папа ты можешь дожить типа того но вот там через какое-то время но обо всем по порядку как правило все комплексы закладываются в детстве и бункерный не стал исключением согласно вполне себе правдоподобной версии маленький вовка до семи лет жил со своей биологической матерью верой в небольшом грузинском поселке митихи но бедность и постоянное насилие со стороны отчима вынудили мать отдать вовку своим дальним родственникам нашли ему семью в ленинграде это были их родственники которые уже потеряли двое сыновей и все они адаптировали малого вовку и сказали этой матери что они отдали его интернат и что больше никакого интереса она к нему иметь не может вот так появился семилетний мальчик вова путин рожденный как бы в ленинграде в семье владимира и марии путиных и с сих пор вовка воспитывался там в ленинграде этом доме в дворе во дворе где никто никогда не видел ее матери беременной никто не видел чтобы она выходила с колеской всем скептикам данной версии расследователи задавали один и тот же вопрос а где хоть одна фотография путина до семи лет верно их просто не существует а все что существовали у его реальной матери были уничтожены вдруг это митрихи появились фсб штатском и они растут и они расспрашивали насчет того помните ли такого и такого мальчика который здесь жил и вдруг они требовали всех фотографий которые у кого-то были а даже если кто-то не хотел их отдать они как-то исчезали этой фотографии также как и исчезли те кто пытался поведать миру реальную биографию путина перед первыми выборами путина артем боровик президент холдинга совершенно секретно сообщал что скоро будет опубликована история путинского детства 9 марта 2000 года артем боровик и зия бажаев погибли когда собирались лететь за детскими фотографиями путина которые кто-то обещал им дать в тот же день 9 марта был приготовлен большой прием для журналистов которые ждали в грузии что их познакомят с верой путины но их сразу посадили в автобусе отправили обратно наконец убили ваху ибрагимова который собрал эти факты и написал книгу то есть на дороге к этому большому секрету лежат уже три трупа позже количество этих трупов увеличилась в разы боязнь бункерного что кто-то узнает о его нелегком детстве превратилась в комплекс и со временем этот комплекс обрастал все большими и большими страхами вот что рассказывает о службе ввх в германии его сослуживец полковник в отставке владимир захаров я с путином восемьдесят шестом году в дрездене был у нас был капитаном в протокольном отделе бегал разносил бумажки он уже трус хотя как утверждает российская пропаганда тогда в дрездене в восемьдесят девятом году бункерный в одиночку остановил пятитысячную толпу ворвавшуюся в штаб-квартиру кгб действительно толпа врывается пять тысяч человек пьяный с банками пил в руках врывается во двор кгб ссср путин выходит к этой толпе пытается ее остановить люди настроены очень агрессивно и путина приходится применить все свои умения убеждать у вас было оружие у меня нет обильное оружие было конечно мне же был офицер по словам очевидцев человек 15 тогда действительно заблудились и подошли к зданию кгб но никаких стычек там не наблюдалось в то время я не знал что там тоже происходит небольшая демонстрация это было где-то на задворках в то время самое главное происходило возле штаб-квартиры штазе это было целью а кгб был вторичен но зато мы теперь знаем откуда появились уничтоженные сто пятьсот тысяч абрамсов в украине явка в сто сорок шесть процентов на выборах воронежская область единая россия набирает 62 и 32 сотые процента кп рф 31 1 процент и 11 сотых у справедливой россии 17 целых и 22 сотые процента у лдпр 11 целых и 72 сотые процента любит трусливый вовка все преувеличивать и везде врать и не важно что бестолково people's have it о профнепригодности бункерного говорил и его бывший шеф анатолий собчак когда собчак собственно узнал что он будет баллотироваться на пост президента он не сказал вы что с ума что ли сошли как у какой президент володя как я грудь антонсантов ну это же ваша там правая рука он же там демократ и так далее он говорит володя и я его просто взял потому что я знал что мне сосватывают какого-нибудь кгбшника я взял того у которого просто что за чтобы он не взялся все мимо рук и это подтверждают многие работавшие тогда с бункерным в аппарате собчака ему относились и достаточной степени презрительно у него в то время была кличка вы знаете наверное какая моль и вот эта моль очень приглянулась в то время борису березовскому понятно почему он сделал был участником той ошибки по выбору путина он его реально считал абсолютным ничтожеством березовский его начал продвигать по службе вплоть до директора фсб а после и вовсе предложил на место ельцина когда последний уже физически не мог исполнять обязанности президента ведь так он он посредственность который просто достался он назначил преемником пусть он мог вообще никем не быть если бы ельцин не решил свою семью значит обезопасить и вот тихий трусливый и закомплексованный мальчик вова стал президентом самой большой страны на земле и что тут началось дуэт комплексов и власти это очень взрывоопасная смесь хотя проявила она себя не сразу вот так немцов вспоминал разговор с березовским после назначения ввх президентом он ко мне пришел короче говоря в кабинет и говорит какая скука мама родная путина поставили все ручные вообще делать стране нечего все налаживается все хорошо я говорю борь ты идиот идиот да видимо смотри я говорю более скучать не придется он тебе никогда не простит что ты сделал президент и таки не простил избиваемый отчима мальчик решил отомстить всему миру он из низов грузинского поселка добравшийся до вершины кремлевского олимпа готов был на все чтобы никогда больше не слезть с этой вершины все от кого исходила или исходит угроза его власти а тем более жизни исчезают он патологически боится за свою жизнь у него кабинеты что в питере что в сочи что в новый огарёб они одинаковые а путин ты себя себя строил герой на он оказался на поверку человеком который трясется свою шкуру а с началом полномасштабного вторжения боязнь за свою шкуру обрела невиданные размеры а путин погряз позори позоришься когда там стюардес снимает отдельно его отдельно потом все совмещается рука там проходит спокойно сквозь туловище сквозь микрофон да и мы видим или там опять эти все сотрудницы администрации вместо матерей погибших ребят а провалившаяся челюсть в мариуполе то что мы видели в мариуполе это было не больше чем театральная постановка и собственно там был человек похожий на путина но считать что это был непосредственно российский диктатор никаких оснований нет да какой мариуполь чтобы поехать туда нужны хоть какие-то я а у старого деда все настолько иссохло что он даже в крым боится приезжать здесь было сразу видно в севастополе что это не потому что у путина очень специфическая походка которую он не меняет и мы ее знаем что у него всегда правая рука такое впечатление что у него там коптик висит или сабля и он поддерживает этой правой рукой своего свой коптик и всегда машет левой рукой а тут человек который похожий на путина он машет открыто откровенно правой рукой то есть это совершенно не походка ввх обложил себя двойниками отправляет их на все мероприятия где больше двух человек исследование проведенное с помощью искусственного интеллекта анализировавшего черты лица походку и речь путина показала что по крайней мере два двойника выступали на его месте а западнее москвы ездят очень плохие копии но тех кого в случае чего не жалко посмотрите на контур шеи здесь подтянут контур шеи здесь подтянут а тут он провисает то есть даже если он наклонился такого опущения вряд ли будет я думаю что это просто разные люди да что там все помнят его стол который стал мемом когда шольц и макрон еле сдерживали улыбку чтобы не рассмеяться в лицо трусливому вовке он даже своих халуев боится вспомните парту двоечников имени шойгу герасимова и лаврова а с выдачей ордера на арест страх перед миром достиг своего апогея в юар стартует саммит брикс среди десятков национальных лидеров здесь не будет президента россии юар участница римского статута в случае прибытия путина власти были бы обязаны задержать его по ордеру международного уголовного суда президент россии теперь официально не выездной он не может в личном качестве представлять страну за пределами ее границ ладно еще подписан римского статута но с момента выдачи ордера бункерный боялся нос высунуть даже в те страны которые не ратифицировали этот документ те же азербайджан или турция ну путин же трус ему его собственная жизнь бесконечно дорога он никогда не пойдет на собственную гибель и даже на шанс собственной гибели и вот эта трусость она настолько позорно выглядит какой-то позор но знаете что еще позорнее у главного труса не до федерации не хватает смелости даже ответить на обвинение после выдачи ордера на его арест он ни единого слова не проронил по этому поводу а просто спустил с поводков своих шавок которые наперебой обвиняли международный уголовный суд в предвзятости и политическом заказе конечно такая неприкрытая предвзятость непрофессионализм коррумпированности двойные стандарты международного уголовного суда они в общем ни для кого не секрет бус это марионетка в руках коллективного запада что такое ордер на арест иностранного лидера я скажу я об этом говорил это казус бели за которым может последовать начало войны если что-то подобное произойдет но раз вы такие смелые показали бы надели свою смелость съездили бы к союзникам в юар или бразилию но нет ссыкотно да и вообще тема с перекладыванием путиным на халуёв ответственности за свои провальные решения стало обыденным делом даже при объявлении так называемого с ввх решил замазать весь свой гарем мы просим вас рассмотреть обращение государственной думы и признать донецкую и луганскую народной республики если признание донецкая и луганская народных республик разрешит эту проблему это очевидно ночмы должны пойти на этот шаг с вами не согласятся и поэтому единственное решение это признание признавать головы на роду однозначно необходимо признавать эти республики а вспомните этот дрожащий голос и несвязную речь нарышкина потомка древнего боярского рода к которому относилась даже мать петра первого великого по мнению московитов государя и вот этот потомок нарышкиных теперь присмыкается перед трусливой молью значит в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс нет я или при или или признавать суверенитет республики а я я говорите говорите прямо я поддержу предложение о признании поддерживаю предложение то есть взять на себя смелость не хватило фаберже куда легче разбросать это на всех и в случае чего оправдываться мол это не я это все они путин конечно я думаю что на стороне партии войны но при этом путин трус и путин боится что это может реально привести потери власти потери популярность он боится просто понимать это решение а вспомните как путин объявила потери херсона какой была реакция путина как солнцеликий оправдался перед своим населением никак верно он просто за объявить о бегстве из херсона ввх поручил шойгу и суровикину а что же делал верховный главнокомандующий в это время за эти дни у путина уже было несколько публичных выступлений в одном из них он и все его слуги как бы полностью игнорируя новости из херсона пытались решить проблему россиян которые внимание оказались тяжелой финансовой ситуации из-за санкций уже неделя как шойгу и суровикин объявили об отступлении из херсона а президент помимо помощи страждущим награждает званием воинской славы оккупированные украинские города и ни слова о херсоне слову был еще один такой трус в истории московии который боялся объявлять плохие новости звали его иосиф сталин до конца не верящий своим агентом что гитлер нападет на ссср сталин в июне 41 после начала атаки вермахта просто исчез он побоялся выйти к народу и сказать стране что началась война за него это сделал молотов советское правительство его глава товарищ сталин поручили мне сделать следующее заявление а где же был верховный главнокомандующий два дня его словно не существовало а в стране и тем более вооруженных силах ничего не решалось без его приказа он сам создал такую систему где все и вся подчинялась ему одному дежавю ей богу современный палач народов пошел еще дальше во время оккупации крыма этот защитник русского мира решил спрятаться под бабские юбки и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей за которыми мы будем стоять сзади не вперед сзади пускай не попробовать стрелять в женщин и детей ну настоящий мужчина будем стоять за спинами женщин и детей освободитель херов ему смелости даже не хватило сказать что они за спинами такие реально стояли он все свалил на какие-то выдуманные силы самообороны крыма пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму были российские солдаты или нет это были местные силы самообороны а знаете что еще отличает смелого от труса смелый если нападет то он делает это спереди а трус всегда бьет из-под тишка то время когда украинцы гнали в шею всю промосковскую клику януковича то время когда было непонятно кому принадлежит власть то время когда солдаты и офицеры украины не знали чьим приказом подчиняться а временные лидеры украины боялись взять на себя ответственность за принятие решений он и напал нас форма такая в украинские или российские воинслужащие самый сложный для украины момент сосед нанес удар в спину но разве это не трусость владимир путин нападает только тогда когда уверен что отпора практически не будет владимир путин широком смысле трус он думал что украина не будет сопротивляться если он знал какое сопротивление она окажет он бы никогда на нее не напал верно потому что удел труса обижать слабых ведь прыгнуть на китай или сша кишка тонка при том что повод легко найти даже аляска до 1867 года принадлежала российской империи то есть всего каких-то 150 лет назад можно было кричать аляска наша и почему бы не вернуть ее в родную гавань ведь это очень даже вписывается в современную концепцию путинского миропорядка защитить людей которые наших людей которые там на этих территориях проживают это наши исторические территории вот только если пун одуется в сторону сша пупок сразу же развяжется путин не будет воевать силами которые сильно кратно превосходят российские силы особенно в текущих их состояниях да что там ему смелости не хватило даже в карабахском конфликте когда созданная им о дкб типа противовещения снато продемонстрировала всю свою несостоятельность пашинян призвал россию принять меры для решения конфликта именно российские миротворцы находятся в карабахе и должны были защищать там армянское население но при виде за спиной у алиева эрдогана мочевой пузырь непроизвольно начал испускание целом поддержать армению москва отказалась однако устами захаровой выразила цитата глубокую встревоженность не пошевелился он и после того как погибли российские военные в карабахе азербайджанские военные расстреляли из стрелкового оружия машину с российскими миротворцами около села джинатян там погибли пять человек с другой стороны когда штаны уже намочены прятаться уже не имеет смысла путин трус и он испугался эрдогана на юре во время карабахского конфликта не полезу то он занимается только в понтами а понты как и дкб таки лично бункерного оказались как всегда дешевыми но чтобы хоть как-то оправдаться он вновь спустил своих шавок причем тут кроме кремлевских лакеев были задействованы даже козыри в виде этнических армян которые осудили армению ее народ и власть их генеральная мысль не путин предал армению а пашинян теперь главный как всегда вопрос кто в этом виноват виноваты в этом вы родники кто голосовал за этого и удобно муженек боброедки вообще выдал на гора эксклюзив русский солдат русский человек в широком смысле этого слова я не хочу вас расстраивать я тоже русский не может быть больше армянином чем армяне в общем русский киосаян обвинил армян в том что они ничего не сделали это же насколько нужно быть трусливой тварью чтобы как последний манкурт выгораживать предателя своей малой родины и кланяться россии матушки за то что армянский народ был сохранен вообще свое время это же насколько низко нужно опустить голову чтобы не видеть как 140 миллионной страной управляет закомплексованный трус а эти 140 миллионов смирно стоят в стойле рабы восхваляющие или боящиеся своего хозяина вот реальный гимн современной российской федерации а вся так называемая оппозиция болот это не более чем давно уже привычный бунт на коленях увы в речи юлия все тот же самый набор романтической и идеалистической ахимии про будущую свободную и счастливую которая только вот понимаешь и ждет либерализма и законности нельзя победить зло фонариками мирными пикетами и скандированием мы здесь власть протухшую до мозга костей кремлевскую машину можно одолеть только вилами камнями и коктейлями молотова навальная без сомнения замечательная возможно и она поймет когда-нибудь что сохранив маникюр революцию и сделать невозможно и поэтому вся надежда даже московитов только на них на высу только они могут сломать кощееву иглу но и они нуждаются в помощи в кадрах в оружии в донатах и мы не устаем повторять что каждый цивилизованный житель этой планеты если хочет подарить будущее своим детям просто обязан помогать титаном из вас и у ведь именно они проводники будущего современного мира ну что друзья безусловно непростые времена сейчас и это мягко сказано как и ожидалось накануне переизбрание царя шайгу с герасимовым бросили в бой рекордное количество мяса штурма происходит сразу на пяти направлениях таблетки какие таблетки вон даю такие вот а вам мыши на их дают еще это ты чувствуешь под этими таблетками усталости нету и как бы без разницы может куда хошете дэвисики марито 1 2 3 4 5 4 что в коктейли с откровенной импотенцией некоторых важнейших союзников уже приводит к печальным последствиям про авдеевку наверное лишний раз вспоминать не стоит все это вдвойне тяжело переносить глядя как обезумевшие оккупанты без тени сомнения расстреливали пленных что там витязева будут свежие рассказы про конвенции русский солдат никогда не пойдет против чести против совести как бы там ни было чтобы не происходило мы всегда остаемся людьми и вот ту последнюю грань мне переходим ни один пункт женевской конвенции нарушен не будет а если не дай бог такое произойдет то разбирательство будет здесь и наказание будет здесь при этом всем подобный цинизм поражает даже куда сильнее чем жестокость одичавших орков с тем учетом что весомая часть российской армии это маньяки убийцы каннибалы и сатанисты владимир путин помиловал уроженцы ярославля николая оглобляка лидера сатанинской секты причем это не условность от реальность который должен был сидеть до 30 года за то что убивал расчленял и ел органы у подростков и вот еще один потенциальный герой войны денис горин свой первый срок за убийство он получил тысячи третьем году отсидел и вышел досрочно тысячи десятым убил человека в результате пьяной ссоры срезал мясо с труппой впоследствии его съел поговаривали что горина сдал знакомый когда людоед угостил его подозрительным мясом якобы гость обнаружил на одном из кусков лоскут кожи человеческой кожи с татуировкой нет ничего удивительного в том что они кайфуют от убийств беззащитных людей но какими же моральными уродами нужно быть чтобы при таких водных снимать вот такие предвыборные ролики путина всем ясно спасают они оказывается украинцев лечат кормят мы просто святые люди а ты куды сын и для нас нас не мая выбор я свои выборы срубив так у тебя и паспорта российского нема дадут то есть вот это крутят холопом по телеку ну да видели все на позиции зенит чего стоят подобные ролики но в том-то и дело что пропаганда банально переворачивает правду с ног на голову включите любой российский канал и тут же узнаете о страшных карателях из вас и у нельзя позволить оставаться в живых с ними нужно расправляться как с бешеными собаками это единственный путь при этом всем как бы тяжело ни было нужно понимать что подобное вранье им еще аукнется как аукнется и вся информационная политика после захвата авдеевки дело в том что россияне и раньше не были замечены в излишней скромности каждый день у них ротовые походы на приднестровье как мне кажется и на что я надеюсь россия возьмет и киев и одессу и прям доберется до северного северной границ молдовы мы не можем себе позволить заморозить линии где они сейчас или скажем штурм харькова большой вызов для нас и у нас нет выхода мы должны брать харьков только так мы обезопасим белгород но потом возникнет вопрос как обезопасить харьков и здесь логика понятно западной границы украины теперь же когда вместо череды унижений у якобы второй армии мира появились хоть какие-то сдвиги по линии фронта крышу пропагандистов сорвало окончательно они на эфирах серьезно обсуждают мол никакой украины до конца 2024 года не будет не знаю война вещь непредсказуемая я не могу я не могу абсолютно как-то там попрогнозировать что будет с украиной вот до до конца этого года и судя по скажем так поведению союзников на самом деле они конечно были бы удовлетворены в принципе сохранением украины в любом виде в любой границе вплоть до одной улицы во львовской области зеленский так вообще обречен его судьба она уже предопределена у него нет абсолютно никаких шансов я об этом говорил и и два месяца три месяца назад и ладно бы киев взяли или хотя бы какой-нибудь другой областной центр тогда возможно такая риторика и была бы оправданной но еще раз авдеевка лишь небольшой пригород донецка бои за нее велись 10 лет а полномасштабный штурм длился четыре месяца и даже сами участники наступления признаются ничего гениального российская армия не показала взяли авдеевку лишь потому что получилось закидать мясом друзья авдеевская операция началась 10 октября военного гения мы к сожалению не продемонстрировали командование в целом толкать и толкать если это военный гений то я хз посмеюсь когда начнется звездный дождь на кителе незаслуживших что значит закидать мясом в цифрах вот одна из соцсетей боевика которые воюют против украинской армии начиная с 2014 года чувачок тоже мягко говоря не в восторге от реалий штурм и называет цифру в не менее 16 тысяч погибших с октября от невельского до новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники естественно россияне не враги себе и всегда преуменьшают потери более того они там по полям жмурок будут еще месяц собирать но даже если операция на заявление 16 тысяч двухсотых то нужно помнить что стандартное соотношение убитых к раненым один к трем то есть авдеевская операция это не только десятки тысяч убитых но и почти 50 тысяч раненых а с такими потерями за один небольшой город даже с российскими запасами мясо рано или поздно не хватит причем что отрадно получать билеты на концерт кабзона массово стали и летчики вкс те самые которые почему-то решили что могут безнаказанно стирать целые города кабами авдеевку за четыре месяца ежедневных обстрелов каратели превратили в одну большую груду руин и как же цинично на этом фоне было читать вот такие новости авдеевка вновь стала авдеевкой все названия улиц в авдеевке 17 февраля официально вернулись к состоянию на весну 2014 года декоммунизация названий отменена ну да города нет зато название улиц новые вот он русский мир друзья типичная история но они все летчики-залетчики уничтожавшие авдеевку смогут воочию посмотреть на результаты своей работы дело в том что коллективные улюлюканье по теме украинских пво сейчас под авдеевку и стаскивает пво со всей украины и работающей и не очень время выбрать куда жахнуть больнее в другом месте шаблонить нельзя ни в коем случае неожиданно закончилась истерикой всего за несколько дней на донецком направлении было сбито сразу четыре российских самолета и россияне это даже признали правда уже в который раз решили сделать дурачками собственное пво мол это не украина сбила а вонюшки сами себя разобрались 35 ничего нового все как обычно есть что-то незыблемое в этом мире к сожалению то есть им проще дураками собственных военных выставить чем признать что западное пво щелкает российскую авиацию как орешки и если бы союзники расщедрились на еще какое-то количество комплексов российскую авиацию наверняка ждала бы судьба черноморского флота где путин от безысходности уже и адмиралов принялся менять сообщается что с поста командующего черноморским флотом наконец-то был снят адмирал виктор соколов соколов занимал эту должность 14 августа 22 года сменив адмирала игоря осипова по чьим чутким руководством чфрф лишился своего флагмана москва и провалил контроль за северо-западной акватории черного моря соколов же добился еще и потери устойчивого контроля даже над ее южной частью но есть мнение что человеческий фактор не сильный поможет в реалиях когда изменилась сама концепция морской войны войны где маленькие и относительно недорогие дроны способны легко топить огромные корабли с кучей ракет на борту поэтому у черноморского флота которым так гордились пропагандисты численный и очевидно технический перевес явно на стороне россии сейчас ответить на такую армаду российских кораблей сша фактически не чем по состоянию на сейчас есть два варианта либо прятаться за антидроновыми заграждениями и вообще не выходить в море либо терять очередные боевые единицы и мы например с улыбкой наблюдали как тема флота вообще пропала из российских ток-шоу а что такое ребятки почему больше нет пафосных визгов уничтожение украинских вооруженных сил будет произведено силами наших вкс и все но флот этот москитный будет потоплен силами черноморского флота там проблем нет вообще ответ как бы очевиден флот уничтожен стоит на коленях а народу перед выборами это знать не нужно вот почему вместо поражений в море останкинские крикуны с пеной урта обсуждают например ядерное оружие в космосе то мы ядерное оружие в космосе разместим она у них уже есть и это правильно это хорошо вот в этот момент когда они поймут что вот это все реально и что рука не дрогнет то я думаю что основа для конструктивного диалога с тем кто будет изображать из себя следующие четыре года президента соединенных штатов она будет создана радости блин полные штаны кто-то уровнем жизни гордиться кто-то социальными стандартами а в стране на букву r уже который год сеансы мозгового анонизма в отношении ядерки мол ух как теперь россию уважают и боятся посмотрите сейчас они от нас ждут чего угодно они уже реально начинают свыкаться с мысль о том что мы такой серьезный противник ну да страх примерно тот же как перед обезьяной схвативший в руки гранату при этом глубинный народ кажется совершенно искренне не понимает что насладиться уничтожением сша или стран нато убедить что мы жах и не в космосе жах до в федеральном округе коламбия они тупо не успеют россии же при таком раскладе тоже не будет просто как явление не будет но может выживут где-то в тайге пару тысяч человек и остальные нет не будет ни москвы ни питера никакого нибудь новосибирска ничего не будет не бывает победителей в ядерной войне и надо быть безумцами чтобы этого не понимать хотя что уж мы так на каких-то пропагандистов киваем когда рыбка давно с головы сгнила сейчас вам покажем свежую мазню алкотитана медведева попытки вернуть россии границам 91 года приведут только к одному глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства по киеву берлину лондону вашингтону по всем иным красивым историческим местам давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады вы видели хотя бы раз чтобы сша великобритания или даже китай угрожали миру ядерным оружием такого точно нет а в россии на уровне бывшего президента подобные угрозы льются каждую неделю хватит ли нам на это духу если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны нашей великой родины а принесенные народом россии в течение веков жертвы окажется напрасными ответ очевиден так что лучше пусть возвращают все пока не поздно или вернем сами с максимальными потерями для врага и да медведева можно сколько угодно называть жалким балаболом россия если что убежала с огромных территорий которые в конституции признала своими и что-то никто ядерки скажем после херсона не увидел но неумение топовых чиновников кремля отвечать за слова давно не новость ну а важно в этой истории все же другое если бы путин и компания не поддерживали подобного рода писанину медведева бы давно заткнули ну или как минимум во время пьяной горячкой отбирали телефон но нет годы идут а ничего не меняется а это говорит лишь о том что ядерный шантаж это часть национальной политики а вовсе не тараканы в голове отдельного человека вот почему на месте западных союзников стоит задуматься о будущем и поддерживать украину не только глубокими обеспокоенностями ведь чем больше идут на уступки гопнику из питерской подворотни тем сильнее растут его требования как ни крути но мы наверное никогда не перестанем удивляться тому что происходит на просторах мордора что ни возьми на какую сферу не глянь везде сплошная дикая хохма ну правда рашка же во всем умеет выделиться и это далеко не в позитивном смысле слова сегодня все именно так возьмем к примеру их феноменальное умение позориться с установкой всевозможных памятников инсталляции и скульптур нет конечно же искусство это дело субъективное и критиковать и вот такая себе идея но мимо шедевров великодуховной страны пройти просто нереально для начала потому что они дико пугают и устрашают ну нахер отец ну ты видел вы же помните вестника апокалипсиса аленку из нововоронежа хотя что мы спрашиваем такое забыть уж точно не получится монстр какой-то глаза как у зомби так вот оказывается это распрекрасная девица обзавелась кучей родственников по всей эрафии есть у нее сестрица из новосибирска группа скульптур состоит из двух мальчиков запускающих воздушного змея девочки собачка ее то лицо и впечатлила горожан автор проекта артем ледяев утверждает задумка была позитивная носила дружественный характер но в процессе что-то пошло не так а также неплохо было бы вспомнить и ее кровожадную тетушку беременную терешкову именно так в сети прозвали памятник первой женщине космонавту который установили в челябинске в конце 19 года скульптура выглядит так словно терешкова на последних сроках беременности хотя скульптор изобразил не округлившийся живот а шлем от скафандра знаете во сколько денег обошлась эта мега композиция 27 миллионов рублей местные жители и даже некоторые чиновники раскритиковали арт-объект люди потребовали заменить монумент на что-то более человеческое с чем напомним у рашки наблюдаются большие проблемы лично у меня данные скульптуры вызывают когнитивный диссонанс конечно та скульптура которую сделали категория скульпторы совершенно не походит на терешкову и конечно его нужно демонтировать стоит перебороть свой страх и поближе рассмотреть также вот этих красавчиков из нижегородской области скульптура счастливых молодоженов страшно красивую композицию открыли в павлове около загса местные соцсети гудят и сравнивают скульптуру жуткой аленка из воронежской области и не зря гудят вы просто посмотрите на эти милые в кавычках мордашки жители обсуждают качество исполнения скульптуры и ее уместность и примерную стоимость и советуют властям скорее избавиться от дровосека и пугала как прозвали персонажи памятника согласитесь прям мотивирует выйти из загса и сделать первые фотки счастливой семейной жизни возле этой влюбленной чугунной парочки ну лицо какой-то страшненькой конечно когда посмотрел что глаза на выкате что-то мне стало как-то это она либо частью не выкатились либо поймешь чего недалеко от этих двух ушел и братец иванушка из республики коми а точнее памятник десантнику который торжественно открывали в городе ухта этот монумент давно задумывался активистами однако его нужно доработать отличный собирательный образ с очень высокоинтеллектуальным выражением лица получился ничего не скажешь лицо фигура десантника далеко от моего представления о мужественном и волевом облике думаю что памятник должен быть доработан хотя все логично вы же видели тех великих недовояк которые приезжали киев за три дня захватывать сходство на лицо как говорится так что непонятно чем жители ухты вообще недовольны тут плохо все начиная от анатомии и заканчивая штанами такое впечатление что ваятель не видел живого стоящего человека поза в которой стоит человек называется контрапост это проходит во втором классе художественной школы странно как такое вообще могло пройти согласование в городском управлении архитектуры апокалиптичная аленушка которую мы вспоминали в начале сюжета действительно задала хоррор-тренд по всей стране болот давайте посмотрим и на ее жениха лыжника которого совсем недавно установили в городе кунгур пермского края памятник лыжнику короче как всегда получилась пугающая ржака русский мир и изобразительное искусство это просто гремучая смесь какие выборы какая медицина такое искусство для сравнения слева памятник который в италии построили 520 лет назад леонардо да винчи вообще стала стыдно и грустно за бесцельно прожитые годы и наконец последний арт-объект из этой стремной семейки вашему вниманию русалочка из-за полярья набережную кандалакши теперь украшает скульптура русалочки накануне памятник торжественно открыли а сегодня его уже обсуждает вся страна что тут скажешь может это все в рамках борьбы рф с ненавистным западным мол забудьте образ миловидной красноволосой ариэльки из диснеевского мультика вот вам отличная великодуховная альтернатива русалочка собрана вся из шестеренок и гаечных ключей зрители конечно требует пояснений к примеру почему принц маленький а русалочка держит его в крепкой железной руке и что у нее с лицом да тут правильнее было бы спросить а что вообще с россией не так почему у них всегда все глупо топорно безвкусно и нелепо это россия наверное только вражки в городском сквере могут умудриться установить казалось бы безобидную скульптуру в виде капли воды но похожую на игрушку интимного характера в станице северской на кубани уличную скульптуру в виде капли воды приняли за объект из секс-шопа фигура возведенная в сквере островок напоминала населению станицы извините анальную пробку капля воды это довольно популярный арт-объект в разных уголках мира но кажется только в эрефии смогли настолько с ним и простоволосится что неоднозначную капельку стоимостью на минуточку 17 миллионов рублей пришлось демонтировать и отправлять на доработку а где еще как не в россиюшке могут торжественно открывать памятник которого по факту еще не существует памятник местным комсомольцам правда есть небольшое но самого памятника там лет есть только постамент а саму стелу рассчитывают установить в следующем году к столетию основания организации в новосибирске якобы чтить и уважать откровенных фриков это тоже в стиле рашки еще не забыли ничтожного и упоротого херсонского коллаборанта кирюху стримаусова вижу пагоды в шри-ланке и корею и китай где бы я не ехал в танке всюду мой любимый край так вот прошлой осенью ему в аннексированном крыму памятник блин открыли вот это поистине великий человек был что аж статую в свою честь заслужил симферополя открыли памятник погибшего год назад кириллу стримаусова но это ж надо сами избавились от этого отработанного предателя выполнившего свою роль в оккупации херсона а потом еще и монументы с очень грустными физиономиями ему открывают скорбь утраты во все изображают театр по вам плачет ребятки людей сейчас мало которые горят горят своим делом жизнь в нем горела чувствовалась энергетика такая очень мощная очень правильно очень позитивно поэтому что хочется сказать сложные времена про них всегда не хватает вот таких людей ярких самоотдачей самопожертвования кирилла нам будет не хватать а еще не обходится у них на болотах без позорных ошибок перенесемся в небольшой поселок васильсурск нижегородской области и посмотрим какой интересный бюст екатерине империатрицы всероссийской там установили думаете мы что-то неправильно прочитали а нет пе ри а трица ну ладно с кем казусов не бывает но вы сами видите что на болотах их не просто много а очень много и одно дело когда курьез происходит серфографии или условной каплей воды о которой мы рассказывали выше но в эрефии же лажа на лажа даже казалось бы в самом скрепным и ура патриотичном случаев когда реставраторы вместо нормальных памятников создают пародию на них в россию последнее время немало а порой такие мастера изготавливают по заказу общественности такие шедевры которые больше похожи на издевку мемориал скорбящая мать был установлен в станице александрийской ставропольского края на месте захоронения воинов великой отечественной войны 50 лет назад видимо от чувства большого уважения к людям отдавшим свою жизнь за победу памятник вообще ни разу не реставрировался в 1974 году появился тот самый памятник который до сегодняшнего дня ни разу не реставрировали мы ко всему бережно относимся и вот наконец мемориал решили апгрейдить но что-то как всегда пошло не так после реставрации памятника черты лица стали неженственными а вместо чувства скорби опавших чувство разочарования за то что результат выполненных работ не оправдал ожидания местных жителей и администрации округа после так называемой реставрации местные жители опешили от результата и скорбящую мать накрыли от греха подальше чтоб переделать но в интернете все же всплыли фотки вероятной обновленной версии скульптуры а мы ждали профессионального восстановления когда действительно на голове у женщины будет платок а не какой-то там вот такой толщины одеяло на ней надета а что собственно удивительного в таком отношении к мемориалам посвященным второй мировой эта тема не более чем ура патриотичный элемент кремлевской пропаганды они 9 мая ждут чтоб парадики показать георгиевские ленточки напялить речи пафосные толкнуть свободы европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы и деды и прадеды но на деле всем в рф кофиг на миллионы судеб и жизни погибших на войне кофиг на ветеранов и соответственно памятники посвященные тем событиям поэтому на болотах регулярно и происходят всякие околопобедные казусы скандальная история вокруг памятника защитником отечества в тобольске невероятно но факт пригороде города тобольск в прямом смысле слова установили памятник фашисту и хоть на памятнике и зияет надпись защитником отечества пору засомневаться какого именно ведь на фото оказывается изображен вернер гольфберг военнослужащий вермахта частично еврейского происхождения ставший фотомоделью в нацистской германии это придумали всякую чушь историческую прознавшие об этом местные супер патриоты которые в свободное время любят помогать донецким сепаратистам неистово возмутились и были услышаны так на памятнике появился новый защитник отечества изображение захватчика сменил другой рельеф по прежнему мало походивший на бойца красной армии после этого с обелиской вовсе убрали рисунок оставив центре безобразную дыру но местные власти призвали не расстраиваться ведь появилась новая идея изображение солдата решено заменить на орден красной звезды интересненько как же такое вообще могло произойти особенно на фоне постоянно разыгрываемой темы великой победы это какая-то чушь хотя в тобольске такие не одни что говорить про провинцию если в самой златоглавая просто волосились по полной все это меркнет на фоне споров вокруг другого монумента памятника михаилу калашникову вот он сам михаил калашников и его автомат но на этом художественный замысел скульптора не остановился и еще 7 автоматов изображены на этом барельефе но жаркие споры разгорелись из-за этой схемы сборки оружия один из элементов его памятника в срочном порядке пришлось переделывать да еще и скандал заглаживать ведь только вдумайтесь по оценке некоторых специалистов на этом чертеже немецкая штурмовая винтовка кстати конструкции не менее знаменитой чем калашников не героя манского конструктора хуга шмайсера автор памятника салават чербаков с бледным лицом отрицает намеренность поступка и всяческие провокации никакого подвоха в моем коллективе что кто-то подсунул это уже просто смешная какая-то история что какая-то провокация чербаков утверждает что информацию собирали и в архивах и в интернете только вот почему пренебрегли музейный а оставили то что гуляет на просторах интернета ответить не смог стоит принять как данность в интернете бывают иногда ошибки вот этот чертеж выставлен в интернете как чертежи калашникова а в этой новости прекрасно все сергиевом посаде возмущены сексуальным памятником с выпускницей 41 года вердикт короткий срамота давайте подробнее юноша как и положено одет в брюк и рубашку с девушкой проблемы на ней платится с коротким рукавом но спереди очертания одежды теряются и прекрасно видно грудь со всеми анатомическими подробностями а еще раз глядели кадык шок это ж только американцы до такого могут додуматься россияне войну чтут честь блюдут и тут такое чересчур конечно показано может быть это и увидение такое но возможно все таки раз связано с войной то надо было как-то более сдержанно сделать но беда не приходит одна как назло еще и скульптор священником оказался надо отмазывать по всем фронтам хорошо хоть меценат есть можно из него козла отпущение сделать все встречают восход да выпускники любит это и тут самый этот ответственный момент самый такой романтичный момент я бы сказал вдруг начало войны объявляется начинается начинают лететь бомбы какое дело любят выпускники меценат не поясняет но судя по памятнику на расцвете выпускница почему-то обнажилась и все это конечно же забавляет и еще раз напоминает нам что мордор это совсем не великодуховная и могущественная страна а скорее государства абсурдов и маразмов но не стоит забывать что государство это каким бы посмешищем оно ни было на самом деле очень большое циничное и кровожадное так что не расслабляемся всячески поддерживаем и верим в наших ребят из в с у которые каждый день героически дают отпор ползущим оркам и расистам ну что друзья есть вещи которые мы говоря о россии никогда не перестанем удивляться например можно много лет подряд смотреть кремлевскую пропаганду и все равно быть в шоке от того насколько же путинские бояре не ценят российских же граждан более того умудряются выплясывать на их костях сейчас вот вам покажем свежайший пример министр обороны сергей шойгу доложил президенту владимиру путину взятие авдеевки в днр и добавил что генштаб провел операцию при минимальных потерях этот цельный министр обороны рф комментируя захват авдеевки не стесняется говорить о минимальных потерях мол все хорошо и даже замечательно жертв почти нет генштаб провел операцию при минимальных потерях и ты смотришь на это все и думаешь вот им самим не стыдно ведь есть же родственники погибших там людей есть сотни если не тысячи пропавших без вести под авдеевкой да о чем вообще говорить если российские же военнослужащие признают во время штурмовых действий были полностью уничтожены целые батальоны я хочу посмотреть на заведенное уголовное дело по полку 1487 из питерских мобилизованных пущенному на мясо этой зимой под авдеевкой полк стесали под ноль а он у путина даже не попал в число отличившихся как вы думаете почему и как бы пропагандисты не пытались визжать вы все врете причем обвиняя во лжи непосредственных участников событий они попадают лета на под статью о дискредитации вооруженных сил российской федерации они попадают лета под статью клевета они попадают лета под статью и не знаю под стрекательства кстати после этого скандала витязева соловьев и госпарян довели военнослужащего армии рф морозова до самоубийства за что им большое человеческое спасибо так держать юля и грамоту от сбу обязательно вам пришлю автор телеграм-канала нам пишут из янины андрей морозов известный подпозывным мурс покончил с этой жизнью но это так рубрика их нервы а мы давайте к российским потерям в боях за авдеевку вернемся ведь память у нас хорошая да и все ходы записаны и сейчас мы специально для шойгу и разного рода чепухи типа витязевой напомним насколько в боях за авдеевку не было потерь очень нужны мешки для трупов много это пост известной дамочки волонтеры из донецка написанный в октябре двадцать третьего года тогда российские колонны в направлении авдеевки были разгромлены а в областном центре не хватало мешков для складирования трупов ну же ребятки зачем вы деньги собирали если потерь нет но это же еще не все есть же на погоны и видео привет от боевого медика армии рэв у нас сейчас серьезные потери как всегда при таких тяжелых боях и больницы завалены раненными я прошу всех имеющих хирургическую квалификацию врачей страны вспомнить о своем врачебном долге и долги перед родиной чувачок просил помощи хирургов со всей россии мол раненых столько что местные больницы не справляются взять отпуск на работе приехать пару недель спасти десятки сотни жизней разгрузить горловскую хирургию прежде всего и донецкие больницы а теперь просто представьте что чувствуют эти люди когда министр обороны тупо льет им божью росу в глаза хотя с другой стороны чему удивляться шойгу же пример с начальника берет помните как путин о шестираненых в клинках рассказывал некоторое время говорят о некоем плацдарме противника на левом берегу днепра в районе населенного пункта крымки как там лет у нас обстановка у наших военнослужащих там потери санитарные два три вот три дня назад было 6 человек раненых у противника десятки погибших и это при том что есть десятки если не сотни вот таких видео от российских солдат с того направления из роты из 86 человек на 7 человек вышло 20 человек где-то осталось то есть из очередного наката живыми возвращаются единицы а президент при этом уверяет страну что никаких погибших вонек нет ни в авдеевке не в крынках не на черном море а ведь мог бы ради приличия и уважения хотя бы не об отдельных людях о подразделениях вспомнить но лохов нет пропаганда важнее куда не включи везде радость победные крики обещание показать всему миру кузькину мать а все медленно но верно идет к наш победе волос повторяет уже два года другого пути у нас нет противник наращивать нечувствительность к собственным потерям это конечно плохая новость для тех людей которые живут на территории что контролирует киевский режим а вот о том что хаймерсом снова прилетела по полигону и счет только убитых идет на десятки по телеку молчок максимум кто упомянула незавидной судьбе солдат это отдельно взятые военкоры конска достроили чистом поле командиры всю роту расход по ходу четвертая до канала 6 там народу вот 4 рота полностью лежит 6 рота полностью причем обратите внимание приехать должен был как раз генерал ответственные замесные штурмы у нас опять прилет по полигону построили людей в ожидании приезда большого командира что интересно командир так и не приехал те же самые люди что до этого уже засветились на местных штурмах поселков с большими потерями но их не сняли тем более не судили те самые штурмы которых по мнению кремля нет но прежде всего это говорит о наплевательском отношении к людям собственно именно из-за того что человеческая жизнь в россии ничего не стоит тот же шойгу до сих пор не доложил ни путину ни стране об уничтожении трех боевых кораблей вместе с экипажами два бдк и ракетный корвет лежат на дне моряки погибли страшной смертью взрывы на десантном корабле новочеркасск были такой силой что обломки судна разлетелись по всей феодосии огромные куски обшивки находят в разных районах города за несколько километров от порта будущее черноморского флота туманно не факт что флот вообще будет существовать но страна этого тупо не знает как не знает и о том что всю последнюю неделю натовское пво щелкает российскую авиацию тупо как орешки доходит до того что неподалеку от мариуполя завелась вот такая акула и как вы понимаете из моря торчит не плавник но самое смешное что россиянам уже в который раз проще списать сбитый борт на ваньку дурачка из пво чем признать эффективность натовского оружия а давайте не будем по своим самолетам стрелять сегодня потеряли еще один борт friendly fire хотя есть версия что они таким образом просто летчиков пытаются взбодрить ведь в зону работы патриот и чмони из вкс летать отказываются а так всем заявляют мол ванька из пво за ошибку уже наказан можете смело вылетать на боевое задание хотя насколько же тупыми нужно быть чтобы верить в 6 бортов за неделю сбитых по ошибке су-35 снова сбил не противник как и вообще около 70 процентов за все время пилот жив но это россия детка здесь логика и здравый смысл никогда не были в почете зато в тренде уже много лет визги и кривляния сейчас вот соловьев покажет уровень война должна быть перенесена в россию российские военные объекты штабы должны быть уничтожены слышь кретин когда тем что от тебя останется будут в пыли оставшиеся от берлина выводить надпись кизит ветер идиот ты успокоишься ты понимаешь кому-то угрожая жалкая скотина отдельно конечно же стоит упомянуть космический уровень дискуссии в студии то киркоровы они обсуждают то смерть навального с кучей конспирологии я очень плохо верю в случайность но когда это происходит в день открытия мюнхинской конференции когда там оказывается все главные сектанты когда у всех оказывается заготовлены некрологи когда у всех оказываются заготовлены обвинения кому это выгодно когда бешеная реакция позитивная на интервью с такером карлсона и надо просто перебить волну то есть последнее кому случившись может быть выгодно это российской власти россии да что угодно короче только бы неудобных тем не касаться кстати раз уж мы вспомнили навального нельзя не отметить как же низко пали путин и компания ну окей убили вы неудобного чувачка или довели до смерти как для россии вполне себе рядовое событие дайте родным спокойно похороните забудьте вы же типа скрепные православные внутренние духовные культурные исторические скрепы они нам данные нашим цивилизационным развитием но нет крыса в бункере боится даже мертвых боится как бы похороны протестами не закончились а та же мать следы пыток на теле не увидела вот почему время идет а тело родным почему-то не выдавали мать навального сейчас в подробностях все расскажет за моей спиной находится колонии к-3 полярный волк где 16 февраля погиб мой сын алексей навальный пятый день я не могу увидеть его мне не выдают его тело и мне даже не говорят где он находится а теперь вопрос на таком станут ли подобным образом поступать те кому нечего скрывать но вы же там недели уже вещаете что навального западные спецслужбы каким-то образом хитро убили смерти навального виноваты вашингтон и брюссель все они фамилии хорошо известны от генсека нато и руководство сша дошольца сунака и зеленского виновники смерти навального при этом еще раз отметим что подобного рода умозаключения делают не бабушки на лавочке и не мужики у гаражей а суперзвезды кремлевской пропаганды и топовые чинуши кремля причем они же свои фантазии еще и разного рода сплетнями умудряются усилять мы например были в шоке когда на главном канале страны симоньян снова принялась полупаться в чьей-то личной жизни и когда через два часа после известия о смерти мужа жена выходит накрашенная послушайте ну девочки меня поймут даже душ не потекла это вы умудритесь так из улыбаясь выступает на пресс-конференции для меня это говорит о том что как минимум эта женщина мужа своего любил ты не очень то есть когда подобное случилось впервые когда человека которым достоверно всем известно что он гей для отвода глаз для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждают всю свою не очень доверчивую аудиторию что у них настоящая любовь но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия вранья и вообще качество этого человека все можно было списать на недостаток ума и так то маргариты но теперь вполне себе очевидно что проблема прогрессирует другими словами можно забрать симоньян из базара в адлере но адлерский базар и симоньян никуда не денется и это не только сплетен касается но и безумного халуйства мы например очень долго улыбались когда устами марго путин превратился в типичного юрия венедиктовича из нашей раши у того самого который целыми днями о народе думает просто задумайтесь об одной вещи 25 лет человек это делает не для себя же ну кто захочет такой жизни для себя он делает для нас для нас с вами любой нормальный человек на месте путина сгорел бы со стыда и запретил бы пропагандистам погружаться языком а ждать царских почек мне просто хочется по человечески спасибо сказать вот нашему президенту я вообще не представляю себе что вообще какой-то другой человек был на это способен но дедушку судя по всему халуйство вполне себе устраивает как устраивает и постоянное сотрясание ядерной дубинкой то есть вирус от медведева распространяется с огромной силой и редкое шоу на государственном телевидении обходится без вот такой риторики закончить хочется вот этой сумасшедшей идее насчет ядерного оружия в космосе а мне нравится нет но она хорошая жахнуть да но не сейчас весь мир в труху из космоса тут все все заканчивается мы в рай они просто сдохнут при этом нельзя не отметить что после авдеевки и без того сорванные тормоза кажется сорвало окончательно и россию с головой накрыла волна победных фантазий людям еще в украине воевать и воевать они уже над языком громят собираются только черни ржать менять западные элиты но самый главный меняющий фактор менталитета тех элит которые там это то что россия это каток который невозможно остановить вот он покатился и все и остановить его невозможно после авдеевки дальше 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 и в том числе развитие нашей промышленности и знаете лично нам кажется что украине такие настроения в рядах врага только на руку пусть наступают на грабли 2022 года ведь чем выше задираешь нос тем больнее по нему получать простое жизненное правило проверенное временем больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть о чем вообще с вами говорит разнесем киев ядерными ракетами делали все чтобы российскую армию в украине встречали цветами украинцы ждут они в самом деле надеются что мы в конечном итоге освободим мы обязаны быть там но их план не сработал ведь даже в городах юга и востока украины россия проиграла информационную войну чтобы сражаться за умы и дальше командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка вы можете помочь нам на нашем youtube канале а также на патреоне благодарим вас друзья за доверие и поддержку все будет украина